Вы смотрите обзор происшествий за минувшую неделю. Сразу три ангарских школьника пострадали от приема запрещенных препаратов. С подозрением на наркотическое опьянение ученика 8 класса доставили в больницу. Предположительно, мальчик употребил жевательный табак снюс. Результаты экспертизы еще не готовы. Известно, что школьнику стало плохо во время уроков. У него открылась рвота. Еще две девочки отравились спиртным, также употребив напитки на территории учебного заведения. Проводится у нас проверка по этим детям. Будут составляться административные материалы на законах представителей по статье 20.22. И будут направляться эти материалы к нам в комиссию. Мы будем рассматривать. И будет поставлен вопрос о постановке на учет банк данных Аркутской области этих детей. По обоим случаям полиция проводит проверку. С родителями и педагогами пострадавших детей беседуют следователи. И если выяснение того, как дети заполучили спиртное, потребует у оперативников времени, то с жевательным табаком все предельно понятно. Никотиносодержащий препарат свободно продается в специализированных магазинах. Школьники приобретают его безо всяких проблем. Следственный комитет Аркутской области начал проверку по факту невыплаты пособия многодетным семьям. Поводом послужили публикации в СМИ и заявления от жительниц Иркутска и Ангарска, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Третий месяц женщины не получают положенной социальной помощи. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области поступило обращение жительницы одного из городов региона по факту задержки выплаты детского пособия. Следственный комитет незамедлительно подключился к выяснению данной ситуации. Сейчас организовано проведение доследственной проверки по данному факту. Выясняются все обстоятельства. Следователями запрошена интересующая информация и по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В одном из выпусках новостей мы рассказывали об этой ситуации на примере одной ангарской семьи. Наша героиня, мама троих детей, несколько месяцев не получала денежного пособия и смеси для кормления малыша. Журналистам пришел официальный ответ от Минсоцразвития, что за 9 месяцев этого года количество получателей выплаты выросло более чем в два раза. Чиновникам пришлось пересчитывать объем финансирования. Новые цифры уже направлены в Минтруд России. Однако, когда деньги дойдут до получателей, не сообщается. В ангарском районе трое парней спасли утопающего ЧП. Произошло 11 ноября в заливе Кривая ангарского района. Мужчина с сыном-инвалидом переходили залив по льду толщиной менее двух сантиметров. Отец провалился. Трое молодых людей, которые рыбачили неподалеку, бросились на помощь. Веревкой они вытянули мужчину на берег. Пострадавшему вызвали скорую помощь. По предварительным данным, он получил переохлаждение. Руководством главного управления МЧС принято решение о поощрении людей, проявивших героизм в опасной ситуации. В Ангарске на соблюдение пожарной безопасности проверили частный сектор. Инспекторы отдела надзорной деятельности и сотрудники мэрии выехали в микрорайон Китай. Цель рейда – выявить жителей, захламляющих территорию. По статистике, в этом году примерно каждый третий пожар в округе происходит в деревянных домах. Спасателям часто приходится тушить уже руины. Подъезд к пылающим постройкам бывает завален мусором и стройматериалами. Теревато тем, что в случае пожара пожарные автомобили не смогут проехать. Точно так же захламление дров, мусора, горючих каких-либо отходов на территории межсаденных участков приводят к пожарам. По итогу рейда составлен административный протокол за нарушение требований пожарной безопасности. Еще несколько местных жителей из тех, что согласились убрать свое добро с проезжей части, получили предупреждение. Сотрудники полиции установили человека, причастного к незаконной обрезке яблонь в 11 микрорайоне. Это собственник помещения, выкупленного под супермаркет. Напомним, яблоневый сад из 40 деревьев был варварски обрезан несколько дней назад. Работы не были согласованы ни с местными жителями, ни с администрацией. Несмотря на то, что правонарушения относятся к разряду серьезных, виновника наказывать не будут. Изученные обстоятельства и предварительно подтверждается отсутствие в деянии уголовно наказуемых обстоятельств. Однако на сегодняшний день постановление об отказе возбуждения уголовного дела заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отменено. Возбуждено административное производство. Мы в рамках административного производства должны получить соответствующее заключение специалистов относительно ущерба, причиненного этим подрезанным деревьем. И в соответствии с этим будет принято уже по сбору всех документов, будет принято процессуальное решение. Предприниматель отделается штрафом, ведь прав и связи у владельца нового супермаркета наверняка больше, чем у местных жителей. Люди, к слову, пару месяцев назад пытались инициировать обрезку аварийных деревьев в своем дворе. Жеки-ангарчанам пригрозили карательными мерами. Вы смотрели обзор происшествий. Будьте внимательны и осторожны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова